Всем привет! В эфире подкаст «Крупным планом». Меня зовут Катерина Косова. Разберем все нюансы, обсудим самые животрепещущие темы и поделимся классными лайфхаками. Сегодня «Крупным планом» о работе мозга. И у нас в гостях детский нейропсихолог, замечательный педагог с 30-летним стажем и многодетная мама Ольга Щеголева. Здравствуйте! Ольга, а как так получилось, что вы пришли к детской нейропсихологии? Путь был длительный. Скажем так, с самого начала началось все с того, что я педагог, я занималась с детьми и дошкольниками. То есть самое начало было с детства, я хотела стать воспитателем. Очень дальний путь. Я стала воспитателем, проработала какое-то время. Потом изменилось государство, потому что наш Советский Союз рухнул, и я стала работать на себя в какой-то момент. Я работала в Москве, я работала за рубежом, занималась именно с маленькими детьми. Мне было, в общем, достаточно интересно, комфортно. Потом я выучилась, так как детей надо было готовить к школе, я выучилась на педагога начальной школы и долго работала с такими детками, которые постарше. Уезжала во Францию работать, работала на Канарских островах. Но я не тот человек, я не человек мира, к сожалению, я человек российского. Ну и не только гражданство, просто российский человек, которому так уютно здесь. И я вернулась обратно. Потом у меня родились дети, собственно говоря. И в процессе, когда родился ребенок, он заболел очень сильно, старший сын. И это было связано действительно с неврологией. И таким образом я начала обучение. Я пока... Росли маленькие дети, они у меня достаточно близко друг к другу, все трое. И я выучилась, пока детей воспитывала дошкольников. То есть и сейчас я работаю и педагогом, и нейропсихологом, потому что так будет эффективнее. Лет 10-15 назад никто даже и не слышал о нейропсихологии. Тогда были известны нам только обычные психологи, но и на них спрос как-то был не сильно велик. Почему так случилось, что в нашей жизни появилась нейропсихология? Новая ли это наука? Или все-таки это что-то большее? Ну, как наука, конечно, это появилось отнюдь не 15 лет назад, потому что это у нас наука появилась в 20-е и 40-е годы 20-го столетия. Соответственно, занимались разработками мозговыми связи мозга с развитием человека, развитием нашей жизнедеятельности. И очень надеялись, что мозг каких-то наших вождей – это необыкновенный мозг, что было опровергнуто много раз. То есть это не прямо вот такая вот особенная связь. То есть доли мозга разрабатывались очень долго, на самом деле. К 40-м годам нейропсихология. 40-е и 50-е годы оформлены как наука, на самом деле. Вот она такая. Благодаря Александру Романовичу Лурия и его ученикам они 50 лет занимались этой наукой. 50 лет делились с разработки, чтобы сейчас, благодаря им, мы знали, в каком месте мозга поражение ведет к определенным последствиям. А почему сейчас такой спрос? То есть с чем это связано? Ну, сейчас люди об этом узнали, в первую очередь. Спрос во всем мире очень большой. Спрос нейропсихологии, она же помогает и учиться, и в здоровье. Очень много детей стало более сложных. Развитие нашей планеты, оно, к сожалению, иногда ведет к тому, что у нас детки болеют. Это тоже очень помогает. Помощь таким деткам, она тоже входит в нейропсихологическую помощь. А чем же все-таки отличается нейропсихолог от обычного психолога? Ну, психолог занимается в основном эмоциями, страхами. То есть ребенок, например, боится чего-то. Мы приходим к психологу, боится лифта, закрытого пространства. Это у нас обращение к психологу. А нейропсихолог – это немножко… Это и то, что мы говорим, и еще другие связи, которые нарушения, например. Нейропсихология, она позволяет нам работать с трудностями обучения. Это очень большой пласт. Это тот пласт, который занимаюсь лично я больше всего. То есть это пласт, когда ребенок не может читать нормально, считать нормально. У него какие-то сложности в обучении с другими людьми, коммуникативные навыки. Они тоже относятся к психологии. То есть к психологу с этим тоже можно пойти. То есть и к нам можно пойти с этим. Сложности такого плана, как разговор. То есть ко мне приходят совсем неговорящие дети и, к сожалению, приходят очень поздно. Очень многие дети, которые они говорят, приходят поздно. Этим надо заниматься в год, в два. Ко мне приходят в 7 лет, в 6 лет не говорящие дети Почему? Потому что, к сожалению, как бы мы ни говорили про то, что нейропсихология у нас развита И нейропсихология идет к людям, люди о ней знают Но, к сожалению, родители некоторые считают, что если ребенок в 3 года не говорит, это норма Нет, это не норма Вот такая вот разница у нас Много вещей, которые мы изучаем, собственно говоря, и с которыми мы идем Если ребенок невнимателен, если у него нарушена концентрация внимания Если у него сложности с поведением Если ребенок вас не слышит и не может ответить вам на вопрос Если он заходит в помещение и он как ураган носится вокруг Это не норма Это то, с чем мы приходим обязательно и консультируемся Потому что это такие поведенческие маячки Понимаете, это поведенческие маячки, которые нас говорят о том, что посмотрите Я говорю вам, мне плохо Помогите мне Это не те поведения, мы плохо воспитываем ребенка Нет, это совсем другая история То есть мы неплохо воспитываем ребенка Ребенку нужно помочь И он всеми своими силами об этом нам говорит А с какими проблемами чаще всего обращаются? Ну вот это трудности обучения, проблемы с концентрацией, проблемы с памятью Тревожность, беспокойство, без повода То есть ребенок беспокоится, не может найти себе места Это такая история Агрессивность Очень много детей стало агрессивных Очень много детей стало агрессивных То есть ты задаешь ему вопрос А он начинает на тебя злиться, бежать, игрушкой стучать Это тоже проявление сложности, которые нужно обязательно исцелять Лечить, обсуждать, работать с этим обязательно нужно Еще у нас трудности социальные Что такое социальные трудности? Ребенок не может общаться Ребенок приходит в садик И это действительно не один ребенок И много таких детей И он вообще не может включиться в коллектив Он сидит целый день на диванчике вот так И не может ничего с собой сделать Это причина поработать, посмотреть, что происходит Адаптация, да, дружба Вот не только социальные, а дружба Ребенок не может дружить Все дружат, а он как-то стоит в коллективе отдельно Он только смотрит потихонечку Подводить к тому, что дружба это хорошо Тебя там не обидит То есть навыки общения Очень важно Повторяющиеся движения То есть если ребенок постоянно вот так мотает головой Нервные тики Все это нужно обязательно смотреть Если ребенок бьется головой об стену Естественно, безусловно Обязательно нужно походить к специалисту Иногда у ребенка бывают интересы не по возрасту Это тоже очень важно Ну если это не та ситуация, когда в семье много взрослых детей Которые ему эти интересы прививают Но интересы не по возрасту, которые бывают У нас надо обязательно тоже смотреть, что такое Что его зацепило в этом Трудности саморегуляции Сам человек не может себя остановить в каких-то действиях Контроль эмоций Проиграл Бывает так, что он начинает разрушать все вокруг себя Это как раз контроль эмоций, который у нас бывает Отстает в развитии, это понятно То есть аутизм и подобные отклонения Мы тоже, соответственно, обязательно должны Ну а дальше у нас с вами гиперактивность СДВГ, которые так любят у нас Не у всех оно есть Это заболевание, в общем-то Но оно должно диагностироваться врачами А не просто мыска У него СДВГ Вот когда вам его поставят, тогда это СДВГ И еще медлительность Почему-то СДВГ у нас все говорят об этом А о медлительности не говорят Ребенок все собрались, а он сидит еще в одном носке Да, и это тоже нужно обязательно смотреть То есть смотрим на ребенка, смотрим, что беспокоит Приходим, узнаем А что должно насторожить родителей? Вот это тот самый момент, когда уже необходимо обратиться к специалисту Если вы видите, что ребенок у вас развивается не так, как другие дети Это первое То есть вы видите с самого начала Первое, что вы должны увидеть Все заговорили Ребенок не говорит два года Сходите к специалисту, ничего не случится Вы увидите, что все должно развиваться, как оно Не надо смотреть на то, что папа когда-то заговорил в три года Да, он заговорил в три года Вы знаете, чем это заканчивается? Это заканчивается тем, что к школе он не успевает Не успевает достаточно развиться И часто ко мне потом приходят в семь лет Дисграфии, дислексии, дискалькулеи и всем остальным Что основано там в те самые два года То есть если поправить на начальном уровне, намного проще будет вам справиться с вашей проблемой Это если ребенок, например, не говорит Если он падает сразу ко врачу Если ребенок падает, это не норма То есть ребенок какой-то вот такой неуклюжий Еще что-то Сходите к неврологу Если невролог скажет, сходите к психиатру Ничего страшного нет Лучше узнать и начать лечить Сейчас очень много Очень много лекарственных препаратов Очень много специальных тренажеров Которые помогают нам вылечить ребенка до того, как он пойдет в школу До того, как у него будут сложности Помогайте своему ребенку Если вы видите, что что-то не так, не прячьтесь Прятаться нельзя никогда Ребенок нуждается в помощи Это первое, что должен знать любой родитель Со списком проблем мы разобрались А что может стать причиной неуспешности в обучении у ребенка Давайте поговорим об этом Вот миф это все-таки ли реальность, что в мультике это вред? Это вред До трех лет безусловный вред До трех лет ребенок не может переваривать информацию, которую дает мультфильм Нормальный, хороший мультфильм с пониманием Обратите внимание, ребенок до трех лет смотрит мультики, которые сейчас появились Мельтешение в кадре Огромное количество движения И он не понимает, что там происходит Он просто зависает Это как гипнотическое что-то Он зависает и смотрит Двигается, двигается, двигается Попробуйте спросить ребенка Ну, если он в три года уже два года разговаривает Что он там видит, он вам никогда не ответит До трех лет мультики это ненужная история Попробуйте показать им наши старые мультики до трех лет Они не смогут их смотреть Для них это медленно Почему приводит просмотр вот таких мультиков На самом деле он приводит к тому, что потом Когда он приходит к обучению Обучаем мы все еще в наших условиях системы обучения Стоит учитель, показывает картину, рассказывает Ему это невозможно воспринимать Ему нужна смена картинки, осознайте это Ему нужно быстро, быстро, быстро Очень трудно, очень сложно Так как я преподаю уже много лет Я могу вам сказать, что дошкольники у меня за год За год вот мы приходим к нормальному обучению Вот сейчас они просто золотые У меня апрель, май, мои любимые, мои любимые Детки самые-самые простые Они все понимают Они все Но для того, чтобы к этому прийти, надо год лечить это Лечить вот эту картинку, которую приходится вот так отодвигать К сожалению, это так Но после трех лет можно заниматься с мультиками Можно, ну как, в режиме Смотрите, очень хорошо, если вы будете смотреть мультики 15-20 минут в день И еще лучше, а это самое важное Обсуждать, что вы посмотрели Что он там увидел, что ему было интересно Очень замечательно будет, если вы в один день посмотрите мультики А в следующий раз вы посмотрите что-то о природе А после вы опять посмотрите какой-то другой наш советский какой-то мультик Да, про Леопольда или еще что-то Обсудили, а потом посмотрели что-то про животных Документальное посмотрели То есть, чтобы у ребенка было развитие Нужно обсуждать Это самое важное Все, что происходит с ребенком, важно обсуждать Каждый день, когда вы ходите из детского сада Если вы ходите в детский сад Обязательно разговаривайте с ребенком Это важно, это важнее всего Это ваш контакт, это ваша платформа Тогда, когда у ребенка случится стрессовая ситуация Чтобы он пришел и рассказал Даже если это случилось с ним Даже если он случайно положил чужую вещь в карман У него есть мама, она поймет У него есть папа, он поймет Вы самая главная защита вашего ребенка Является ли сахар или другие сладкие продукты Стимулятором мозговой деятельности И влияет ли это на поведение? Ну смотрите, конечно, сахар у нас влияет на поведение Конечно, сахар хорошо в малом количестве Потому что сахар это то, что наш мозг потребляет Но на самом деле, я еще могу отметить Что важно, чтобы ребенок пил воду И взрослый человек пил воду Потому что вода только чистую Ни в коем случае не сладкую Вот это очень важно Но вернемся к сахару Сахар в малом количестве полезен Полезен, но в малом количестве К сожалению, это настолько мизерное количество То, что конфеты и всякий сахар, который мы добавляем куда-то Это все уже вред Сахар можно брать в других продуктах Фрукты, овощи, орехи, крупы Они все содержат сахар, даже макароны На самом деле, это намного важнее Брать сахар оттуда И как можно меньше приучать ребенка Ну, я честно скажу, мои дети до трех лет не ели сахар вообще А по поводу сахарозаменителей Многие родители ко мне приходят и говорят Ой, мы пошли на фруктозу Нехорошо Фруктоза тоже имеет свои последствия То есть фруктоза нарушает выработку Мочевая кислота больше увеличивается у нас И тогда может ребенок у нас Получить подагру Атеросклероз Гипертония Все это развивается уже на фруктозе Поэтому сахара, которые Привносятся нам как заменители сахара Ни в коем случае, по крайней мере, ребенку Ни в коем случае мы не даем То есть, конечно, если у вас, у ребенка какая-то группа здоровья То советуемся с врачом И врач вам скажет, что вам можно Чем вам можно заменить А если бы дети так же прыгали в резиночки Играли бы в вышибалы Нужны ли были бы сейчас нейропсихологи? Или все-таки дворовые игры у нас положительно влияют на развитие детского мозга? Безусловно Я сейчас могу задать вам такой же вопрос Вы давно видели детей, которые играют в вышибалы? Нет? Давно На самом деле, да, это действительно влияет Дворовые игры очень-очень влияют на развитие ребенка Даже на моих занятиях мы обязательно играем с детишками Для чего? Для того, чтобы ребенок мог останавливаться по команде Мог поменять движение Для того, чтобы он мог Это все зависит от мозга, понимаете? То есть, ребенок идет по хлопку, он меняет движение Разве это, казалось бы, это очень легко? Нет, четыре человека из девяти не остановится Понимаете? То есть, какие-то определенные вещи ребенок должен просто проработать в игре Что у нас происходило очень быстро? Игра с мячом Правила Все это учитывалось, когда мы играли Мы взаимодействовали, мы общались Сейчас, к сожалению, это все заменилось Опять же, быстрой картинкой компьютер-телевизор И ребенок очень часто просто не может выйти на улицу Это необходимо взаимодействовать с другим человеком И он боится Он просто боится Боится, что его отвергнет сверстник Он боится разговаривать Мы говорим о социализации, например, в той же школе Когда могли бы быть игры, но ребята не играют Они стоят у стенки и смотрят в телефон Они читают в телефоне, они считают в телефоне У них все игры в телефоне Игра, которая имеет двигательную активность Она всегда важнее для ребенка Она развивает мозг Мы видим межпроушарное взаимодействие Когда ребенок играет и бросает мяч Один бросает, другой ловит Бросаем в цель, прыгаем через мяч Когда мы играем в определенные игры То есть очень много дворовых игр Это очень-очень полезно было всегда Насчет того, что нейропсихолога это заменило бы Возможно, у нас было бы намного меньше работы Но, к сожалению, я еще раз повторюсь Детишек со сложностями развития стало очень много То есть это очень в большом количестве возрастает у нас К сожалению И это тоже в какой-то степени вина того, что происходит У нас есть пороки развития до рождения у детей У нас есть пороки, которые приходят Ну, то есть ребенок на первом году жизни Может принести какую-то нейроинфекцию Или в процессе жизни опять какая-то нейроинфекция И у нас происходят менингиты, миелиты Ну, много всяких заболеваний, которые могут привести потом к сложностям И, к сожалению, нейропсихология этим занимается И она помогает этим детям Я могу сказать одну вещь Что в моей практике бывает так, что приходит ребенок со сложностями С очень сильными сложностями Как специалистам не видно, что ребенок Ну, необходимо пойти к специалисту А мама не хочет идти к специалисту Мама считает, что у него отсутствует только речь Ребенок при этом не понимает обращенную речь Он бьется головой об стену Он ползает по коридорам Ребенку на минуточку 9 лет Так бывает, так бывает Но есть и другое Совершенно точно могу вам сказать Что если человек вовремя обращается к специалисту Часто, к сожалению, не к одному То есть это будет взаимодействие и психиатра И нейропсихолога И дефектолога И когда мы делаем вот это вместе Это бывают просто гениальные прорывы И дети становятся совершенно адекватными Начинается речь У ребенка очень много-много подвижек И ребенок выходит в жизнь адекватно Он будет членом общества Который будет ничем не отличаться от нас От обычных людей Мы сегодня много разговаривали о том Что важно вылечить, выявить, устранить все проблемы до школы Но вот, например, у нас нет в списке обязательных медицинских показаний Перед школой Пункта нейродиагностика Либо посещение нейропсихолога Должен ли быть этот пункт? Ну, я бы не сказала, что должен быть пункт Если у ребенка все хорошо Если он замечательно развивается И все прекрасно Не обязательно ходить к нейропсихологу Но для этого у нас и существует на самом деле комиссия Которая тоже нам показывает Правильно ли развит ребенок Как правило, у нас в садиках проходят дети Медицинскую комиссию И это видно Единственное, что я могу сказать Ребенку желательно пройти подготовку к школе Причем я говорю сейчас не о подготовке к школе Где мы учимся читать, писать, считать Ко мне приходят некоторые детки Которые в 6 лет читают лучше, чем второклассники Это так Но при этом они не умеют разговаривать нормально между собой и так далее То есть есть еще социальные какие-то нормы Которые мы должны Ребенок должен услышать учителя, когда он ему сказал что-то Он должен остановить разговор и слушать на уроке То есть он должен научиться высиживать свое время с прямой спиной Чтобы спина у нас не пришла к искривлению Он должен научиться писать Но для того, чтобы научиться писать Не всегда нужно прямо для первого класса пройти каллиграфию Ну, в некоторых местах мы проходим каллиграфию Но можно не писать Ну, просто печатные буквы Он должен быть знаком с буквами Это нормально Ну, социальные нормы, соответственно Нельзя драться Нельзя какие-то агрессивные проявлять Себя проявлять агрессивно Ребенок должен понимать, где он должен раздеться Где он должен прийти, сесть Где у него парта, где его место Что он должен положить на стол Все вот это нужно обязательно То есть это такие вещи, которые важнее даже, чем чтение и счет Если он готов психологически, социально, физиологически Пожалуйста Это замечательно То есть вот такая вот история Готовиться не в смысле читать-считать А готовиться в смысле готовить ребенка к школе К тому, что у него впереди А что такое, в принципе, нейродиагностика В чем она заключается И для чего, собственно, это и нужна Ну, для ребенка это Если это дошкольник, это обязательно игры Это обязательно рисование Он что-то дорисовывает, находит какие-то предметы Он складывает из кубиков То есть он воспринимает это максимально как игра Он даже не думает То, что там педагог что-то писал Психолог что-то записывал Это его не волнует Он просто играет А мы смотрим, как он двигается Где он сжал правильно Где он расстановки сделал правильно Где он кубики сложил Как он среагировал на какую-то речь Или, например, на хлопок неожиданный Вздрогнул, не вздрогнул Посмотрели На самом деле это в действительности Очень серьезная диагностика И тестов очень много Примерно 4 страницы мы даем Родителю, который заполняет То, как ребенок развивался Как он, что у него было Даже диагнозы мамы Которые в третьем триместре У нее что-то там, токсикоз случился Все это нужно Все это мы смотрим Где бы произошли нарушения Потому что, когда он развивался внутри В этот момент, что развивалось Что происходило тогда Потом он родился Что произошло, где Чем болел до года Чем болел дальше Какие у нас сложности были Даже как он родился Дальше смотрим, как он пошел Как он ползал Ползал ли вообще Если не ползал, то мы ползаем Мы ползаем на время Во время нашей коррекции Это очень важно Мы ползаем по-разному Есть такое высказывание Что нейропсихолог работает Только со сложными детьми Миф Миф Потому что мы работаем С обычными детьми И я буду рада Если мы будем работать Еще больше с детьми Осознайте Если ребенок здоров И он приходит на занятия Он может намного более Себя продвинуть в жизни Он может быстрее читать Он может быстрее И больше запоминать Дети, которые занимаются С нейропсихологами Уже многие за месяц Проходят программу целого класса Но это здоровые дети То есть очень часто Мы начинаем с того Что программа Той же самой Монте-Сори Которую все любят Основа была На не очень здоровых детях Потому что прогресс Очень сильный Если это вытаскивает Ребенка со сложными Корнями То каково будет Его Прогресс Когда у него все хорошо Но этим пользуются Да, за рубежом Этим очень сильно пользуются Да Здоровых детей много Которые занимаются У меня, собственно, есть такие дети Но их мало И у них очень колоссальный прогресс То есть это действительно Ну у нас, конечно, это вот именно Измеряется пятерками Но да, они отлично То есть это такие будущие вундеркинды Да Да Это дети, которые Будущие вундеркинды Всем привет В эфире подкаст Крупным планом Меня зовут Катерина Косова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин